Медея переносится во времени и пространстве. Именно так можно описать то действие, которое ожидает абхазского зрителя уже в эту среду. Все это нелегко, трудоемко и, конечно, ответственно. Аппаратура, декорации, артисты, художественный руководитель Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Александр Титель признался, самые главные декорации в Медее на Сухумской набережной – естественные. Вокруг мощные природные пейзажи Абхазии, море, деревья, горы. И наша сцена оказывается очень маленьким, таким частым моментом в том, что создал другой режиссер, который будет значительно покруче Господь-Бог. Понимаете? Но мы постараемся в этом маленьком пространстве, тем не менее, делать все, чтобы максимально передать наш спектакль и чтобы хитма была в нем абсолютной царицей, как Медея. Режиссер-постановщик Александр Титель рассказал о том, как идет подготовка к фестивалю. Работа по свету и звуку будет проведена специалистами уже этим вечером во время первой репетиции. Приглашен инженер, акустический специалист по акустике, который будет сегодня выстраивать первый час. У нас сегодня салм-чек, я боюсь, что это займет даже больше времени, чем один час. Это надо сбалансировать разного рода микрофоны для оркестров, для солистов, как будет звучать хор. Все это надо, как это будет передаваться в зал. Все это надо, это тщательная, большая работа большого специалиста, который должен иметь опыт, дарование, талант, души. В свою очередь Хибла Герзмава отметила, что этот праздник, увы, омрачен большой трагедией – смертью великого писателя Фазиля Искандера. Грустно начинается наш юбилейный фестиваль. Ушел великий Абхаз, главный Абхаз, Фазиль Абдулдж, вечная память, и мы его очень любим. Мы посвящали один из фестивалей творчеству Фазиля Искандера, и для меня это отдельная гордость. И спасибо ему за то, что он Абхаз, за то, что у нас есть возможность сказать, что он Абхаз. И это будет и дальше великой гордостью, что мы были рядом, и что мы жили в одно время с таким человеком. В ходе пресс-конференции было показано интервью Хибла Герзмава, данное 21 год назад, после концерта во дворе Пицунского храма. Для оперной дивы это стало большим сюрпризом. Каждый год Хибла Герзмава приглашается с особым трепетом. Атмосфера грандиозного музыкального праздника в родной стране много значит для дивы. Я трепещу, у меня бабочки в животике. Я вчера смотрела и видела эту открытую площадку и трепещала, как девчонка, потому что я такого никогда не видела в Абхазии. И я надеюсь, что я в Медейской царице прозвучу. И за это нужно сказать отдельное спасибо Александру Борисовичу Тителю. Свой самый родной фестиваль Дива Герзмава называет «отдельной жизнью». За самыми феерическими представлениями прячется колоссальный многолетний труд самых разных людей. Я очень благодарна моим друзьям-меценатам, которые столько лет на протяжении многих лет стояли рядом и делали наш праздник и наш фестиваль, который родился в Абхазии, живет и будет дальше. Я хотела бы поблагодарить Николая Ачева, главного мецената фестиваля, потому как все-таки без меценатства такие масштабные проекты невозможны. Поэтому я отдельно хочу ему сказать огромное спасибо. Спасибо министерству культуры и Эльвире Анатольевне Арсале, замечательной нашей. Руководитель мультимедийного хаба «Спутник Абхазия» отметил важность освещения. Хода фестиваля Хибла Герзмава приглашают в зарубежных СМИ. Ведь такое грандиозное культурное событие – отличный информационный повод. Именно сегодня к Абхазии повышенный интерес, и все вот интересуются, что же у вас там происходит, и хотят получить информацию с этого грандиозного фестиваля. Я думаю, что это большой информационный повод, который продвигает Абхазию в мире. Юбилейный 15-й фестиваль «Хибла Герзмава приглашает» был открыт в швейцарском Санкт-Морице в январе, а продолжится уже в эту среду, 3 августа, в Сухуми.